Микс Ньюс Добрый день, в эфире передача Разворот. Я ее ведущая Евгения Шафранок. Помогает мне звукорежиссер Евгений Копейн. И сегодня у нас тема достаточно серьезная. Это тема лекарства Ригвир, онкологического препарата. И в гостях у нас целых два сегодня гостя. Извините за тавтологию. Это нейрохирург, советник, премьер-министр по вопросам здравоохранения Реннер Спутнич. Добрый день. Добрый день. И директор Латвийского института органического синтеза, академик Ирвард Калвинш. Не директор, профессор Ирвард Калвинш. Профессор, хорошо, профессор. Тема у нас такая, был запрет, скандал вокруг препарата Ригвир. Кто-то говорит о том, что это пустышка, что это эффект пасеба. Но при этом 60-70% онкобольных его как раз принимают. Кто-то говорит о том, что нет, это лекарство действительно помогает. И запрещать его, это просто убийство тех больных, которых на данный момент достаточно много. И вот буквально недавно фармацевтическое предприятие Ригвиргруппа по собственной инициативе принимает стратегическое решение. И на неопределенное время приостановило распространение на территории Латвии этого лекарства. Из-за его нерентабельности в том числе. Вот надо сейчас как-то прийти к какому-то, может быть, решению. Или постараться прийти к решению. То есть, что на самом деле есть этот препарат, по вашему мнению? Давайте, наверное, начнем с Ренера Сопута, Ниша. Да, добрый день. Еще раз то, что я могу сказать с точки зрения того, что я всегда говорил и писал тоже. Я говорил о том, что сам препарат, он внесен в нашу здравоохранительную систему или регистрирован, если можно сказать, так чуть-чуть нечестно. Почему? Потому что нет этих исследований, которые приняты в Европе, как у нас стандарты, есть европейские стандарты, как должно быть исследование, как должен препарат взяться, занестись в регистр, в зале регистра. Этот принцип, этот медикамент не прошел. Это первое, то, что я говорил. И второе, что нет таких хорошего исследования, которое доказывает то, что регистр действительно работает. На данный момент. Немножко вас прерву. Телефон на прямого эфира 67212939, 67213939. Вы можете звонить, высказывать свои опасения, пожелания. Может быть, какие-то у вас есть свои собственные, личные истории. То есть, звоните, принимайте участие в нашей беседе. Тогда вопрос к профессору Евру Калычу. Что вы считаете такой регистр? Ну, я хочу все-таки немножко панировать нашему второму гостю сегодня в студии. Дело в том, что он молодой еще. Он не жил в те времена, в которые жили мы, и в то время, когда регистрировался в Латвии. В каком году это было? В 2004 году. Мне кажется, вы переборщили немножко. Нет, я имею в виду в той среде, в которой все это происходило. То есть, в принципе, что было? Почему я говорю, он не жил еще? Потому что последние 30 лет, если мы считаем обратно от 2011 года, в мире не было ничего нового в области лечения меланомы. К тому времени было только карбазин, это химиотерапевтическое вещество, лекарство, скажем так, интерлейкин-2 и интерферон-альфа. Ни у одного из этих препаратов в исследованиях до сегодняшнего дня не показано существенного влияния на продолжительность жизни. И теперь представьте себе, что в 2004 году профессор Айна Муцинеце подает пакет документов в регистрационной, то есть, в зале агентура, агентство по лекарствам Латвии, пакет документов, который однозначно показывает, что на 700 больных, из которых 540 человек, у которых была меланома различной стадии, получали регвир, а в контрольных группах получали те иммуномодулирующие лекарства, которые в то время были в Советском Союзе, когда эти исследования проводились. Можно я уточню сразу, 700 больных, у которых меланома или какая-то другая форма рака? Нет, меланома 540, 90 плюс к этим, около 90, я сейчас точно не скажу, с раком желудка и около 70 больных с опухолями кишечника. Они все получали регвир? Они все получали регвир после операции, ну и была определена продолжительность жизни, 3 года и 5 лет. А если без лекарства? И без лекарства таких в опухолевых случаях не бывает. Плацебо очень редко проводит исследование при опухолях. Нет, у меня постричный вопрос, вот эти 800 больных, они получали регвир, а остальные получали? Они получали те, ну скажем, там, зимозан и другие иммуностимулирующие препараты того времени. И сколько их было, тех, которые получали этот анонсивный препарат? Тоже приблизительно столько же. И сколько там продолжительной жизни было после операции? Так вот, то, что было в этих исследованиях, показано, что статистически достоверно регвир в разы увеличивает количество выживших людей после 5 лет лечения. Ну, естественно, если это касается меланомы, то это после 30 больше лет первый случай, когда что-то такое появляется. Но это еще не все. Самое революционное было то, что препарат – это живой вирус, виделенный из кишечника здорового мальчика трехлетнего, и адаптирован, то есть приучен использовать в качестве размножающих себя клеток, клетки меланомы. И поэтому, естественно, все врачи того времени были поражены, естественно, и тут никакого, скажем там, жульничества или как и быть не могло, потому что был один выбор – либо мы лечим больных меланомой теми средствами, которые заведомо известно, что не помогают, часть умирают от лечения, но продолжительность жизни не увеличивается. Следовательно, тогда надо принимать решение, что будем делать. Да, ну, в соответствии с современным требованиям, этот дизайн сегодня считается устаревшим, ничего не сделаешь. Следовало бы проводить еще дополнительные исследования, но лечить-то нечем, а тут налицо, что эффект имеется от лечения регвиром. Хорошо, господин Путненч, ваше мнение на этот счет. То есть действительно ли он эффективен, этот препарат, или, ну, вы уже, в принципе, высказали свою позицию, вы считаете, что это, в общем-то, фейк, да, и он никакой пользы не несет. Может быть, он несет просто не такую большую пользу, но, тем не менее, все равно для некоторых онкобольных один-два года в плюс жизни – это много. Еще раз, то, что я говорил, во-первых, в начале, то, что я протестировал, ну, протест был довольно-таки щадящий. То есть… Вы готовы на большее. Я не говорю, я не берусь вообще говорить, это фейк или не фейк. Во-первых, да, то, что я говорил, то, что он не… Если бы было бы в 2004 году, когда его зарегистрировали, перед тем, как мы вступили в Евросоюз, и вступила бы эта директива, как надо… Тестировать. То есть, не только тестировать, как надо регистрировать лекарства в Европе, ну, в цивилизованном мире, как это во всем мире происходит, то регвира бы невозможно было бы его пререгистрировать, потому что у него этих исследований, таких, как и надо, эти стандарты, он не прошел. Я не говорю, он хороший, плохой. Это мы можем на данный момент отложить. А почему за 14-15 лет ничего не изменилось? Вот в том ты… Вот это ты самый большой вопрос. Ведь сейчас, насколько я понимаю, этот регвир находится где-то вот в серединке наполовинку. То есть, вместо того, чтобы сделать там 2-3 тысячи исследований, сделали условно 100, на основании тех 100 его продолжают давать онкобольным, но при этом дальше исследования никакие не продолжаются, не делают. Ну, и не только. Мы говорим о числе, как вот только что профессор тоже заметил, да. Я думаю, нет смысла углубляться еще глубже в каких-то биохимических и биохимических процессах, потому что мы тогда потеряем саму суть, да. Но как и профессор только что говорил, там сколько, там был какой-то объем людей, которые болели меланомией. Именно какой меланомией? Первой, второй, третьей или какой стадии, да. Потом еще было поджелудочника, да, было еще… Но там очень много, на самом деле, видов раков и рака. Да, все вместе, да. И потом выбирается что-то отдельное. Но нет, не выбирается целеустремленная группа людей, которые, скажем, там первая или вторая стадия с меланомой, так, там, ну, как это делается в этих исследованиях, да. Также такая же группа идет тем, которым не дает или дает плацебо, да, эффект, что-то другое, и тогда сравнивается, да, и есть какой-то объем пациентов. Но не то, что, ну, как это произошло. Еще в советское время тоже говорили, если мы говорим о советском времени, в то же время, ну, мы слышали эти упреки, что кто-то, это большие информатические фирмы, которые боятся конкуренции, не хотят, чтобы они там развивались и делали какое-то там, ну, я слышал это интервью с профессором, где, ну, им нужны, фарматические компании хотят зарабатывать большие деньги, им нужны эти пациенты, не нужно, чтобы кто-то мог их вылечить. Ну, да, это история всемирного заговора, это, конечно, интересная штука. Да, да, ну, и в советское время, если я не ошибаюсь, и, как я слышал, там были документации, что этот же вирус тоже в советское время сказали же, в Советском Союзе, что он, ну, не доказана, и достоверность маленькая у этого вируса, его даже не давали, он остался в каких-то нескольких этих, ну, в Советском Союзе, в нескольких регионах, может быть, он остался, где его, как бы, ну, продолжали давать, ну, в принципе, так, ну, не акцептировали там, ну, скажем, в самом главном верху, там, где, я не знаю, в Москве, там, или где акцепт это был, да, но акцепта полностью такого не было, да, ну, там, всесоюзного, да, наверное, в Советском Союзе, и только, ну, вот, где-то, ну, вы расскажете поподробнее уже, да. Сейчас вот все, он, про возраст, напомню, сейчас, подожди, еще пять минут. Я вообще тогда, в то время, я еще точно не родился, да, но в 2004 году, когда мы поступали в Евросоюз, за несколько дней, когда эти документации, да, ну, была дана в залива саджентура, да, и, ну, там надо было бы экспертам проверить и людям проверить, какая документация и объем этой документации, насколько большой он был, чтобы эти лекарства зарегистрировать, и какая, и какую документацию дается в Европе и другие лекарства, чтобы ее зарегистрировать, ну, какой объем для других лекарств дается, да, это, там, день против ночи, да, потому что в Риге вернуютого объема тоже нет, ну. Ну, господин Путин, вот вы являетесь советником премьер-министра по вопросам здравоохранения. Кто тогда должен заниматься вот подобными проверками или, по крайней мере, вот заставить частную компанию переписать документы, переоформить, перерегистрировать? То есть, да, мы там зарегистрировали в 2014 году, да, но в 2005 году можно было уже давать абсолютно, это уже там, 5, 6, 10 год, это уже достаточно основания, чтобы заставить компанию сделать дополнительную проверку. Да, поэтому я говорил, и, как я говорил, во-первых, за это отвечает Заль Волстадентур, который регистрирует препарат, и в дальнейшем еще Веслипс инспекции, тоже, которая проверяет. В данный момент то, что они и сделали, они проверили несколько этих, ну, фракций этих, на данный момент этих лекарств, и которая доказала, что там этот вирус меньше концентрации, чем должен быть. Но это не значит, что можно в него добавить чуть больше концентрации, и все получится? А суть в том, это уже профессор ответит больше, да, но, в принципе, я как понял, суть в этом вирусе, то, что он, как бы, ну, неустойчив в среде, и он, ну, респект, или он быстро умирает. Да, и поэтому, если, скажем, как это я понимаю, так, ну, для людей, чтобы элементарно сказать, если чем дольше он находится, скажем, ну, там… В ампуле в какой-то… Да, да, там, то меньше концентрация, а с каждой партией эта концентрация все меньше и меньше. Да, но с другой стороны у нас 60-70%, вот еще вот профессор качает головой, сейчас мы его тоже спросим. Надо понимать, что у нас этот препарат принимало 60-70% онкобольных, поэтому, мне кажется, там такая текучка этого препарата, что он явно не застаивается там месяцами, то есть, и он постоянно используется, создается новый и используется. Может быть, мы вот профессора сейчас спросим на этот счет. Нет, ну, я хотел бы по порядку, потому что вы ушли от того рассказа о том, как проверялись лекарства в Советском Союзе, но Ренар, наверное, все-таки плохо ориентируется, как это происходило. В Советском Союзе было очень просто. Значит, разработчик, разработчик был обязан представить фармкомитет и фармакологический комитет всю документацию предклинического исследования. Без этого никто никаких исследований ни на каком уровне проводил. Следовательно, после того, когда это было сделано, было проведено на несколько тысяч людей эпидемиологические исследования, которые должны были выявить, не заболеют ли от этого вируса люди, потому что живой вирус. После этого фармкомитет принял решение в семи ведущих центрах онкологических провести клинические исследования, и там никто из разработчиков никакого доступа к этим исследованиям не имел. Были клиники, которые были сертифицированы, и группы профессоров, которые имели право составлять протокол исследовать. И подписку о неразглашении. Именно так. Поэтому все рассказы не о том, что там было, где-то там давали, где-то... Все это сплетни. Это не более того. А то, что было под конец, под конец было сделано саммари, что препарат действует, и что его надо внедрять. И что тогда после этого происходит? Вы должны согласовать фармакопейную статью, методы анализа и тому подобное. Когда это согласовано, вам выдают разрешение на применение. И тогда поступал от соответствующей из Москвы заказ, столько-то сделать этого продукта. И они распределяли по клиникам для лечения. Вот такой был процесс. Эти решения принималось фармкомитетом. Там авторы не присутствовали. Присутствовала только ведущая профессура. Решала так, значит так. Решала по-другому, значит никак. Заинтересованных не было. Платило государство, и автор ничего от этого не получал. Да, но здесь это частная компания. Причем тут автор? А при том, что сегодня автор заинтересован. Финансово, да. Да, конечно. Но компания Rigber Group, это частная компания, которая получает как инвестирую, как раз таки в ее интересах сделать препарат, эффективный или неэффективный, не суть важный. Если он уже прошел регистрацию и используется, компания выгодна его продолжать. Хотя сейчас компания говорит о том, что ей это было нерентабельно, потому что медикамент обходился примерно 250 тысяч евро в год, это сколько они получали. А вот в виде налогов они платили 750 тысяч евро. То есть, вроде как невыгода, но тем не менее, он столько лет на рынке, и вдруг невыгоден. Если оберять подробнее, тогда, я думаю, профессор сможет ответить, потому что, если я не ошибаюсь, мы можем говорить, что профессор тоже чуть-чуть заинтересован в этом препарате, что есть какой-то там связь с вами, тоже вы или, я не понял, вы или от панкета получаете какие-то деньги или чего-то. Расскажите нам, какая у вас связь с регрессом? Да, это финансовая заинтересованность. Нет, я спрашиваю, поэтому... Мы сейчас все выясним. У вас есть экономический и финансовый интерес по регрессу? Да, у меня 897, по-моему, евро вложено в эту компанию, их купил, 3% долей, и расскажу, как все это получилось. Тогда это надо будет рассказать после перерыва, у нас сейчас перерыв на новости, потом мы вернемся. Добрый день, мы продолжаем передачу «Разворот», в студии Евгения Шафранок, помогает мне звукорежиссер Евгений Копейн, у меня сегодня два гостя, это нейрохирург, советник премьер-министра по вопросам здравоохранения Реннерс Путнинш и профессор органического синтеза, правильно я теперь назвала, да, академик Иворк Калвиниш. И у нас тема – это запреты, скандалы вокруг препарата Ригвир, один мой гость, господин Путнинш, он скорее против этого препарата, ну если так коротко, господин Калвиниш все-таки за, и мы остановились на том, что вот есть, да, вы можете звонить, телефон на прямого эфира 6721-2939, 6721-3939. Напоминаю, что буквально в конце марта Ригвир Групп приостановила распространение этого препарата для онкобольных, хотя, несмотря на то, что его давали 60-70% пациентов с меланомой и другими формами рака. Господин Калвиниш, ваш выход, все за эфиром, вы пытались нам что-то рассказать, давайте теперь в эфире. Ну, я начну с того устойчивости этого вируса, у него гарантийный срок хранения 30 месяцев. Вы сейчас говорите о Ригвире. О Ригвире, 30 месяцев, при соблюдении условий хранения. Ну, вот тут и начинается. Если кто-то чего-то не соблюдал, значит, его нельзя размораживать раньше, чем перед инъекцией. И в замороженном или леофилизированном он годами хранится без всяких проблем. И, естественно, любая, скажем так, любой несоответствий спецификации, что написано, то должно быть. Тут нету никаких претензий. Как только Ригвир Групп узнала о том, что такие результаты тех партий, которые хранятся, якобы должны быть окей, поскольку выпущенные с сертификатом качества всеми титрами и все в порядке. Но не помогают. Все помогает. Вопрос в другом. Вопрос в том, что почему-то через определенное время, в серии 2017 года, в конце 2018 года титр упал. Ниже, чем нижняя допустимая граница. Естественно, их надо изъять. Я не знаю, Ренар, в общем-то, в курсе делал, но, в принципе, за последние годы 94 случая отзыва препаратов с рынка по нашему маленькому государству. И 47 из них из-за того, что продукт по какой-то причине не соответствовал спецификации. Но я ни разу не слышал ни Ренара, ни кого-либо другого, выступая в прессе, что надо вот этого производителя наказать по всем статьям, посадить на скамью посадимых, еще что такое. Ни разу я не слышал, что государство возбудило против этих фирм, среди которых гранды нашего фармацевтического бизнеса в мире, возместите нам компенсационные деньги, которые мы на ваши негодные лекарства потратили. А вот сейчас как раз пошла шумиха. Против чего? Против одного препарата. Я вам скажу то, что сделано, это просто мне напоминает распятие регвира на кресту. Значит, есть определенная группа людей, так сказать, вот скажем так, ауксепрестеры, которые идут… Это кому-то выгодно? Ну, естественно, выгодно. Тому, кто видит в регвира очень серьезного конкурента. Ну, пароли, явки, имена. Я не буду называть этих имен. Вы их знаете? Я знаю, конечно. А почему вы их не скажете? Подождите, всему свое время. Но не в том дело. Дело в том, что прежде всего мы должны думать не о регвире, не о компаниях, не о выгодах. Единственное, что нас должно интересовать – пациенты. Так вот, я лично, почему здесь? Я не имею отношения к изобретению этого препарата. Но у вас там 3%. Ребята, я ничего не получаю от этих 3%. Если компания терпит убытки. Да, этого мы не знаем. Вот имена же вы знаете и не говорите. Ну, можете почитать мою… Извините, моя декларация имеется. Можете почитать. Не обижайтесь, господи, господи, господи. Ну, ребята, не надо это. Конечно. Но 3% – это 3%. Да. 3% – пожалуйста, я вам предложу. Купите. 837 евро. Да, 837. Мы подождем, пока у нее акции уходят. Сейчас купите. Нет, не в том дело. Дело в том, что когда меня попросили сделать экспертное заключение, это венчур капиталистов фонд, это был несколько лет тому назад, они меня спросили, можно ли вкладывать в это деньги. Я сказал, нельзя, потому что у них нет защиты интеллектуальной собственности. То есть такой сильной, да, патентов нет сильных. И никто не может вкладывать, потому что тогда конкурент это все задаром использует после этого. После чего ко мне обратились эти люди из семьи, семейного предприятия. Это дочь и внук профессора Айна Муцинец изобретателей. Вы сейчас про Викбиргрупп говорите. Да, 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 именно так. Значит, не могу ли я им помочь этот вопрос защиты интеллектуальной собственности решить? Что я и сделал. После этого мне предложили приобрести 3% акций по той цене, которая есть. То есть вас попросили, а вы просто добрые взяли и купили 3%? Я их купил, потому что я знаю, что это лекарство имеет огромное будущее. Вот конкурент, мы говорили насчет там много-мало пациентов. Вот я дам Ренару вот эту. Я задам еще один вопрос, господин Николаевич, а не может быть такое, что тот же конкурент, который пытается продвинуть свой продукт, например, на рынок, имеет этот продукт более эффективным? Просто его не пускают регистры, которые здесь монополизмуют. Они уже на рынке много лет. И эффективность, увы, такая, что они не могут сравниться с регвиром, к сожалению. Ну, надо смотреть тогда эти, опять же, должно быть какое-то исследование, чтобы сравнивать эти препараты. Но я еще раз не хочу вернуться к тому, есть ли препарат, который лучший или не лучший. Принцип такой, что этот регвир на данный момент дается как бы первой и второй стадии. Это правильно? Все стадии. Все стадии. И исследования были тоже на всех стадиях. Да, но в основном, большая часть из этих вот 450 были первой и второй. Почему и, значит, компания в основном пропагандирует, что врачам, читая лекции и так далее, что это имеет нишу первая и вторая стадии, прежде всего, там ничего нет. Но если будем честны, то компания пропагандировала что-то совсем другое, от чего я вообще узнал как бы о регвире, да. И она была довольно-таки в свое время очень агрессивна в своем рынке, и она говорила, что она от всех онкологических заболеваний, если мы помним эти рекламы, которые были в свое время по телевизору и по радио. Она очень агрессивно шла, не говорила, что там одной или второй стадии. Она именно говорила насчет онкологии всей. Это во-первых. Но, может быть, ты имеешь в виду вида онкологии, потому что видов онкологии там действительно много. Ну, там было все. Ну, вот, если мы вернемся к этому, то, что, как профессор говорил, что там самое большое количество людей, от 475, самое большое количество было первой и второй стадии. Если мы знаем о всем мире, первую стадию лечат хирургически. И практически никаких лекарств не дает, потому что первая стадия… И практически пациент не болен, потому что мы выбираем эту… Ну, больную ткань мы забираем. Да, выбрали все, и больше больной ткани нет зараженной. И он просто наблюдается дальше. Тут подключаются люди, которые дают какое-то лекарство, ну, или реквир, или что-то другое, и говорят потом, что все, вот видите, потому что мы даем, человеку не проявляется эта болезнь. Вот это хорошо. У меня тогда еще один вопрос, то есть, почему нельзя взять какую-нибудь независимую лабораторию, которая сделает именно свое независимое лабораторное заключение о том, что, да, количество, вот этот реквир, он соответствует тем или иным нормам, или действительно содержание в нем тех или иных веществ, которые эффективны в борьбе с онкологией, оно соответствует каким-то нормам, или как это получается? То есть, одна компания запускает лекарство, и все, никому нет до нее дела, так выходит? Ну, это должны проверять ТВАЛ, ЗАЛЬВА, САДЕНТУР, ИРВА, СЛИПС, инспекция, они должны за этим следить, как и за любыми другими лекарствами, не только за реквиром, да, это есть то, что должно делать государство, да. Ну, вот, на данный момент они только сейчас проверили реквир, хотя уже долгое время идет вокруг реквира какие-то, ну, эти споры, да, хорош или нехорош, или нужно, или не нужно, да. Те, которые находятся в этом, ну, в номерной, на стороне реквира, да, компании, которые люди практически, те, которые более или менее связаны с реквиром, да, есть какие-то проценты или что-то такое, все говорят, что это хорошо. Это тоже понятно, потому что все-таки, ну, как, ну, это частная компания, и фармацевтика – это тоже бизнес, это нормально. А потом, в свое время, если мы смотрим другие профессора, которые ведущие онкологи нашего онкологического центра и тоже за границей, они говорят, что эти исследования, ну, нет у них достоверности большой, да, и то, что этот препарат не работает, даже так. Ну, смотрите, вот буквально в интервью нашему радио специалист Минздрава по онкологии, доктор медицинских наук Дации Балтани отметила, что препарат был эффективным, и что ей действительно жаль латвийских пациентов, которые теперь лишаются возможности применять препарат, то есть тех, кто его применяет, они будут продолжать, но новых пациентов больше не будет. Господин Кавлович, вам пришла ответочка господину Путиньше, вы ему возраст пеняли, он вам обратно проценты реквира вернул. Нет, еще, пока еще, вопрос тоже, а у профессора Балт, профессора знает, наверное, колледж, Балтани, у него есть какой-то, ну, доля процентов, или один, или, ты не знаю, но есть какой-то процент. Балтани, я слышал, что опять у него есть какой-то процент. Ну, вы, если вы питаетесь сплетнями, вот что меня поражает. Подождите, почему сплетни? У вас есть три процента регвергруппы? А я что, отрицаю? А у Балтани нет, поэтому я вам говорю, то, что говорят, что есть, это сплетни. Так мы слышим, есть, вы говорите, нету, а вот, господин Кавлович, Путиньше говорит, что вроде слышал, я говорю, может быть, уже и мы про сплетни. Она не работает тоже, абсолютно никак не связана, не было с регверем. Подождите. Давайте мы это будем выяснять потом, господи Балтани, нехорошо говорить о шефах, которых здесь нет сейчас. Да, нас сейчас не интересует процент акции. Нет, просто прислали и... Да, но нас не интересует, на самом деле, сейчас, сколько там есть или нет процентов, мы сейчас давайте будем говорить по нашей теме. Господин Кавлович, у вас еще какие-то есть документы? Вы здесь шуршали бумагами, рассказываете, что вы нам... Нет, я просто хотел показать и вам, и вам. Верхняя кривая, выживаемость регвером, а нижняя, те, которые ждут, пока вырастет. Подождите, верхняя выживаемость регвером. Верхняя выживаемость регвером. Она идет достаточно ровно, а нижняя... А нижняя ведет в гроб. И то, что сегодня происходит, это людей заставляют ждать третьей, четвертой стадии после операции, чтобы они умерли. Пораньше. Вот эта кривая. Да, к сожалению, это статистика. Дальше идем. Значит, а что мы можем... Подождите, а если мы говорим о статистике, может быть, вы в цифрах скажете? Потому что у нас сейчас радиослушатели вряд ли видят этот график, если они... Я сказал, 5-6 раз меньше умирают с регвером, чем за 5-летний стаж. У нас за 5-летний стаж. Какие-то стаж есть? Я не хочу это... Цифры какие-то есть у вас? Я могу это сказать. Скажите, пожалуйста. Не заставляйте меня этого делать, потому что не надо людей лишать надежды. Давайте не будем это делать. Вы их это уже не делали. Я говорю о тех, которые сегодня на третьей, на четвертой стадии с меланомой. Они уже слушают наш эфир, они уже понимают, что происходит. Если мы сейчас говорим о какой-то статистике за последние 5 лет, может быть, за последний год, может быть, вы ее можете нам озвучить тогда? Да. Я могу, конечно, озвучить цифры, которые касаются продолжительности жизни. Я не буду называть препараты, поскольку если кто-то хочет обмоговиться... Нет, подождите. Есть те, которые принимали регвир, те, которые не принимали регвир, и те, которые принимали альтернативные препараты. Да. Другие какие-то. Да, да, да. Давайте вот так вот. Те, кто принимал регвир. Значит, те, которые принимали регвир, значит, стейдж-1б и стейдж-2, то есть, вторая и первая бея садия, имеют 4,39-6,57 раз меньше смертности, и то, что будет возобновляться рост опухоли на фоне регвира, 6,67 раз меньше. Хорошо, смотрите, давайте так. Сколько было зарегистрировано условно-онкологических случаев, которым помогает регвир? Ну, там, 2000, например. Вот этих 2000 принимали регвир, 200 человек из них выжило 180, остальные принимали, не выжили или как? Потому что что значит в 4,39 раз? По сравнению с чем? Сколько всего было? Это не проблема, да. Вот я даже сейчас сижу, я не понимаю, какие цифры мы говорим. Ну, ребята, если вы мне не даете возможность ответить... Мы даем, пожалуйста, скажите цифры. Нет, не даете на этот вопрос, когда я хотел сказать много, мало, сколько, чего, и сразу переходите на другие темы сразу. Нет, подождите, господин Александрович, подождите, неправда. Я вас спросила, есть ли у вас какие-то цифры, вы отказали их называть, потом назвали в 4,39 раз. Это не цифры, это просто вот в 4,39 раз по сравнению с чем? 5 было, стало 9, было 9, стало 4. Что значит 4,39? Сколько было всего? Сколько человекам давали, и сколько из них, например, действительно выжили? Я начну с другого. Я начну с того, второй сегодня в мире, который после регвира, был зарегистрирован препарат, живой вирус, ТИВЭК, в Америке. Для того, чтобы убедиться в эффективности, значит, было проведено исследование на количество 19 пациентов, значит, потом было еще одно, повторяющее. 21 пациент, и, конечно, теперь проводится третья фаза, которая оправдана, спрашивает врачей, когда оно будет. Вот это третья фаза с этим вирусом, который зарегистрирован, продан большой фарме за 1 миллиард долларов. Вот эта фаза закончится в сентябре 2022 года. Но это никак не заставляет американский FDA говорить то, что говорят наши, что вот это мало, это никак не надо. И давайте будем сейчас спрашивать только... Подождите, подождите. Давайте примем звонок. Возьмите наушники, пожалуйста, наденьте. Мы не успели. Если кто-то звонил, вы сейчас звоните. А, вот, подождите. Да, добрый день. Добрый день. Добрый день. Слушаю передачу с самого начала, но просто не могла позвонить. Не позвонить. Извините за резкость, да. Ну, тема очень актуальная и очень важная. Большой респект профессору, поскольку он действительно медик от Бога и понимает, о чем говорит. Есть второй оппонент, на мой взгляд, который преследует свои цели какие-то. А что касается ведущей, никогда не высказывалось так резко. Но вы все-таки, если задаете вопрос, вы слушаете до конца, а не тарактите и не перебивайте. Извините, ради Бога. Да, до свидания. Вот, как бы мы жили без совета. Хорошо, господин профессор, давайте вернемся к цифрам, о которых вы сказали, что вот мы не даем сказать, а потом сами перешли на другую тему. Я просто-напросто просил с самого начала мне дать возможность высказаться. В данной ситуации, где тут я по группам, мне тогда, надо сказать, в одной группе, вот тут первый график 52, второй 27, и в третьей, плохо читается, 35 больных. То есть, естественно, маленький. Но почему я зачитал то, что было сделано в Америке, это еще меньше. Потому, по какой простой причине? Потому что вы должны отобрать больных. И в Латвии всего-то случаев заболевания меланомой, это где-то около 200 случаев, из которых первая и вторая стадии, в лучшем случае обнаруживается, скажем, у 150, не больше. А то, что вы сказали, а где ваши, значит, данные, сколько дали, извините, такие данные собирать фирма не имеет права. Понятно. Поэтому то, что хотела фирма получить такое разрешение, в этом было отказано. И, следовательно, я вам не могу ответить в цифрах, но я вам следующее скажу. Можно говорить о лагерях, ведущих онкологов и так далее. Никто сегодня и раньше не мог купить ни одну упаковку регвира, как противопрепарат, если его онколог не выписал. Если онколог выписывает, следовательно, он считает, что это больному нужно. И вот то, что вы говорите сейчас 60-70%, до того, как эта кампания распятия регвира началась, было около 80% онкологов, которые выписывали это. То есть, по сути, сейчас будет приговор многим больным, если это не восстановится продажа? Естественно, они остаются. И в моей семье остается больной, который 4 года держится на одном исключительно, регвире. И что я ему скажу? Я скажу, знаете, были люди, которые решили за вас жить или не жить. Ну, это не честно. Это именно такая ситуация. Вот я вас приглашу сказать это лично, что я считаю, вам это не надо. Спасибо. У нас подходит время к концу. Господин профессор, еще один вопрос. Вы сказали, им это не дали сделать, да? То есть, фирме компании не дали собрать такие данные, а кто не дал? Ну, для этого вы должны получить разрешение в алзале агентуры на проведение клинического наблюдения или клинических исследований. Вы так не можете это делать. Не имеете права. Знаете, господин профессор, мы говорим очень правильно. Вот дошли до того, для сути, где говорится о 2 раза или 3 раза больше умирает от тех, которые не принимают регвиры. В группе, где 35 пациентов. Но это очень мало. Да, профессор зачитал, что в Америке 19-20 пациентов было. Но он и правильно сказал, что есть третья стадия, которая закончится только в 2022 году. То есть, это и есть стадия, которая, эти первые две, такие информационные, мы получаем, смотрим, есть смысл дальше продолжать или нет смысла дальше продолжать. Говорить, что что-то там есть. Вот 19 пациентов вроде бы помогло, вроде бы было хорошо. Все. Исследуем большое исследование, которое стоит хорошо, много денег, но там объем людей, там уже идет, мы говорим не о 100, а 200, там мы говорим, может быть, о 1000 и больше людей. И 30 миллионов денег. Ну, извините меня, но если это стоит того, мы не можем сказать, мы не будем, у нас нет денег, 30 миллионов, потому мы не будем исследовать лекарства. А давайте вот так вот, я считаю, что это хороший препарат, давайте вот дадим тогда, потому что это хороший препарат. Или второй аргумент, он никому ничего плохого не сделал. Вода тоже ничего никому плохого не делает, да. Мы должны доказать, что это лекарство действительно лечит. И если у нас нет этой третьей стадии, которая не доказывает, что это лекарство лечит, то мы об этом и говорим, что у нас этих доказательств нет. А почему государство тогда не помогает? Почему Минздрав не помогает? Государство, это же другое, это другой рассказ, что государство могло бы эти 1,6 миллионов, которые протратили, когда это государство их компенсирует за механизм, да, может быть, было бы лучше дать на исследование, да. И действительно, если это что-то хорошее, доказать, и тогда всему миру это показывать. Но на данный момент это не доказано. И все, и остальное все, это эмоции. Кто-то может говорить, что вот сейчас вы загоняете людей в гроб, а кто-то может сказать, а вы не доказали, может быть, через 10 лет там какая-то другая вирусная болезнь обращается, от которой люди умирают. Это другое, то, что может доказать. Доказано, я понимаю, доказано или не доказано. Тогда спросите, а FDA тоже так считает? Почему они разрешили пивык на таком же объеме? Нам нужно заканчивать их уже минуты две назад. Медицине должно быть все проверено. Я очень надеюсь, что сейчас разрешится пользоваться больным. Давайте мы попрощаемся. У нас были в гостях очень эмоциональные гости. У нас был профессор Ивар Калвинш и нейрохирург, советник премьер-министра по вопросам здравоохранения Реннерс Бутмениш. Оставайтесь с нами.